Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков, здравствуйте. Хочется ответить на один вопрос, который достаточно часто фигурирует в качестве ошибочной гипотезы при консультировании в интернете. Многие люди считают, что вегетососудистая дистония или ВСД и панические атаки – это одно и то же. Я хочу ответить на вопрос более полно, потому что в письменном виде это сделать достаточно нелегко. Но имейте в виду, что вегетососудистая дистония как синдром и комплекс, или как последствие невротического расстройства, или как следствие невротического расстройства, или проявление невротического расстройства, и панические атаки – это не одно и то же. Давайте я попытаюсь вам объяснить почему. Во-первых, о том, что такое, еще раз коротко, вегетососудистая дистония – это набор вегетативных жалоб функционального характера, которые не относятся к самостоятельным видам невроза. Раньше назывались различные классификации неврозов по их функциональности – кардионевроз, сосудистый невроз, вегетативный невроз. Там было большое количество ноозоологий, но на сегодняшний день пришли к выводу о том, что есть общее вегетативное самочувствие людей, у которых есть генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, тревожно-депрессивное расстройство – это как раз МКБ-10 и рубрика F4. Соответственно, смотрите, что происходит. Вегетативная регуляция – тахикардия, озноб, пот, потеющие ладошки, головокружение, слабость, остыния – это естественное следствие эмоционального состояния в тревожно-фобическом неврозе. Окей? И сама по себе вегетативная симптоматика не имеет особой терапии, потому что пока мы сами не справимся с эмоциональной проблемой тревожного расстройства, вегетативная регуляция будет повышенной. И вот здесь нет никакой панической атаки в принципе. У человека есть тревожно-фобическое расстройство по определенному поводу его жизни, воспитанию и отношению к миру и так далее, или тревожно-депрессивное, и у него есть вегетативное самочувствие, не очень хорошее. И есть таких людей сплошь и рядом, у них нет панических атак. Они говорят, да, у меня это, да, у меня то, и иногда я побаиваюсь, но вот этих вот паник пароксизмальных, да, когда мы так сильно боимся умереть от сердечного приступа или от инсульта, их нету. А паническая атака – это маленький локализованный эпизод страха или острого испуга за какой-то вегетативный симптом. То есть, если взять двух человек, человека А и человека Б, со словами «у обоих тахикардии», допустим, ком в горле, не у обоих будет, и у обоих диагностирована вегетативная дистония, не у всех будут панические атаки. Поэтому паническая атака будет тогда, когда вы испугаетесь вегетативного состояния или слабости, или остынии. Придумаете себе, что это может быть опасно, и вот этот острый испуг будет являться панической атакой. Но точно так же у вас может её и не быть, но то самое вегетативное состояние остаётся. Здесь есть очень хороший как раз ответ на вопросы о лечении панических атак. Если вам кто-то когда-то скажет, что панические атаки лечатся, или вас вылечат от панических атак, это либо человек, не очень понимающий суть психотерапевтического процесса, либо это просто обман. Потому что вот то, что я вам сейчас объяснил, и является сутью терапии. Вы просто должны научиться с помощью определённых когнитивных и поведенческих упражнений не испугаться от наличия вегетативного состояния или от какого-то места, в котором у вас раньше был панический испуг. Вот и вся терапия панических атак. Это просто отсутствие испуга в тех ситуациях, которые вы уже были. Например, вы не испугаетесь при тахикардии, вы не испугаетесь при коме в горле, вы не испугаетесь при слабости, вы не испугаетесь при общей слабости. Вы просто не испугаетесь. И тут нельзя сказать, что вас вылечили. Вы просто это поняли и не испугались. Соответственно, от того, что вы перестали пугаться, мы не можем сказать, что от этого вы вылечились Поэтому гигантское количество людей, которые приходят к вашему покорному услуге Со словами, меня избавили от панических атак, но мне что-то не лучше Вас никто не избавлял Вам просто объяснили, что панические атаки не являются Вот видите, пишут все с теми же вопросами Что панические атаки не являются проблемой Объяснили вам на уровне физиологии, на уровне каких-то схем, слайдов Ваш покорный слуга вам это на пальцах объяснил И вы перестали бояться, сказали, а, ну да, значит, это вегетативные эмоции Соответственно, у меня что-то с эмоциями Ну да, я думаю, что у меня муж, семья, жена успеют, бла-бла-бла Что-то здесь не то Это просто мои эмоции, поэтому я больше не боюсь О, и панические атаки закончились И что, Красиков, вам кажется, что Красиков вас вылечил с помощью видеолекций Я энергию свою вкачал и вас исцелил от панических атак? Да нет Никто этого сделать не может Вам просто объяснили И вы больше не пугаетесь Но суть невроза в том Что вызвало вегетативную реакцию А вегетативную реакцию вызвало ваше отношение к определенным обстоятельствам А вот ваше отношение к определенным обстоятельствам является неврозом Которыми занимается мировая психотерапия И когнитивно-поведенческая терапия в частности Поэтому панические атаки и ВСД – это не одно и то же Это локальные эпизоды большого невроза Которые могут быть и по отдельности У вас может как быть вегетативное проявление тревожно-фобического невроза Так и быть с паническими атаками Или в конечном итоге вы просто их перестанете создавать Перестанете испугаться Вот такой короткий ответ на частые заблуждения в интернете Скоро будет видеолекция, которую просят мои зрители И скорее всего она будет о тех темах, которые вы пишете на стене ВКонтакте Или в Инстаграме Так что подписывайтесь в Инстаграм Там короткие видеотаблетки по 15 секунд Подписывайтесь ВКонтакте на новости И подписывайтесь на новости на сайте Безневроза ТВ Вы будете в курсе всех новинок и всех моих новых лекций Посмотрите раздел «Услуги» сайта Безневроза ТВ Там большое количество вебинаров 9 тем Обратите особое внимание на вебинар темы номер 1-2 Это практические упражнения с агорофобией, панической атакой И на оставшиеся вебинары это уже более глубинная тема И особое внимание, пожалуйста, уделите вебинару по УКР Это очень важный материал То есть тема 1-2 это практическая работа с панической атакой, социофобией и агорофобией И тема номер 9 это вебинар по УКР Это очень важные фундаментальные знания Ну и надеюсь, что вы сегодня поняли, что еще раз, что вегетативная дистония, панические атаки и невроз Это локализованные вещи, которые надо рассматривать как этапы, которые могут быть, так и которых не может быть Ну, например, как может быть, пожалуйста, вам вопрос, да? Приведите мне, пожалуйста, пример человека, у которого тревожно-генерализованное тревожное расстройство У него были вегетативные симптомы и панические атаки Приведите мне, пожалуйста, варианты, почему у него сначала закончились панические атаки Потом закончилось вегетативное напряжение, но тревожно-фобический невроз в структуре остался Смотрите, сначала ему объяснили суть панических атак И у него осталось вегетативное напряжение И у него панических атак не стало А затем он стал принимать какие-то успокаивающие препараты Либо стал не так сильно акцентироваться на вегетативном состоянии Перестал его бояться Метафора Он перестал его просто усиливать и придавать ему значение И его вегетативное состояние потихонечку выровнялось Но сама суть тревожного невроза осталась Поэтому через полгода, когда у него случились проблемы на работе с женой Он опять резко ушел в панические атаки и вегетативные напряжения Поэтому, чтобы таких рецидивов не было Работайте с когнитивно-поведенческими терапевтами Смотрите портал Невроза Мегаполиса и задавайте ваши вопросы Увидимся, спасибо, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok